все мы уже отправляемся после севастополя после хорошего отдыха еще на отдых теперь в новофедоровку сейчас мы пойдем на маршрутку вернее на автобус он у нас на 11 утра и отправимся и сейчас покажу вам еще море пока мы идем вот там если видите вдалеке кораблики они нас окружали постоянно здесь проводились военные учения все это время пока мы отдыхали сейчас где-то 10 утра людей на пляже мало ну а мы даже очень мало кстати людей сегодня да еще приедут ну все мы уже приехали в новофедоровку и сняли уже жилье походили минут 20 здесь очень много сдается номеров есть там за 1000 рублей из за полторы в принципе и больше чем полторы тысячи мы не встречали мы сняли 350 рублей с человека это 800 рублей то есть вполне минимально постарались ну правда там как условия как в лагере в детском но в целом все чисто все аккуратно есть туалет есть душ и есть кровать поспать что еще надо лумбочки до шкафчики а сейчас мы идем кушать в столовую мой любимый супчик там я год по нем скучала и также здесь есть такие рыночки небольшие тоже вам покажу и цены и выбор в общем идем на пляж нет но взяли пока вот так потом скажу за год появилась получается летний по цене получилось 228 рублей суп лапша 50 салат 65 отбивная 110 будем кушать ну что друзья в том году было вкуснее если в этом году даже нет час моей помпушки чесночной но в целом классно и цена качество соответствует за 50 рублей можно взять нормальный супчик отбивную за 110 вполне хорошо и довольно вкусно но мы пойдем посмотрим еще другие заведения так же но вышли сейчас идем чуть-чуть дальше к рыночку посмотрим что там здесь стоит очень вкусно сыр настоящий домашний палочные продукты здесь продают арбузы и фруктики по ценам получат персика 190 слива больше цен здесь ни на что не видно дальше здесь тоже фруктики и арбузики персики цены будут узнать что есть лук крымский виноградик аджика вот столовая раз там дальше столовая 2 и столовая 3 здесь они на каждом шагу я здесь было мне не нравится есть супермаркет есть смотрите и кафе вот столовая еще одна и вон еще столовая еще одна здесь площадь с фрукты овощи справа не только поели не пришли еще в одну столовую продолжать есть сейчас покажу вам что тут есть там чесночные булочки зачем ли хлеб так ну тут десерт и оно обычное платьяки ну так все в столовой получше тут выглядит все как-то поаппетитнее все это по цене у нас 270 рублей это столовая получается хорошая порции такие вкусненькие большие но я кажется число объелись уже в двух столовых перебор все идем катимся на пляж а почем маленький киш-миш вот этот вы же ушли от меня да вернулись почему у вас вкуснее надо грузина верить я никогда не обманываю я уже 69 лет обман уже нет короче ребят да везде цены вы даже не узнаете пока не купите проблемы две веточки получается на 150 идем на пляж и он не сказал я три раза спросила или я тихо говорю он специально не говорит цены вы узнаете странно порой лица цен нигде не написано и не говорят вообще классного федоровка он молодцы пока тут пока пока идем покажу вам цены на мороженое вот интересная с драгонцук на 110 мангу стоит 10 обычный по 80 по 70 это мы уже у моря почти там напитки кока-кола маленькая 50 05 70 чай 75 пиво 80 такие обычные цены нормальные вполне и вот там уже метров через пятьдесят уже море так тут по набережной есть куча всего и фигуреки и плот и шашлыки и бургеры роллы с кальянами кафе и и детские развлечения все эти там батюшки и так далее вот там много всяких тоже шаурма столовой и так далее такие бунгало по 600 рублей такое море людей немного не их много просто из-за того что побережье длинное незаметно что людей много сейчас найдем с вами место посвободнее и пойдем плавать смотрите какая красота в новой федоровке вот там поменьше людей и сегодня волн нет первый раз за неделю наконец-то мы покупаемся без волн проверим насколько теплая вода или холодная водичка такая прозрачная видно ножки видно дно вода относительно теплая вода лучшая вода А внизу, кстати, песочек такой маленький, классный все, и вода хорошая. Но я связалась в то же время, и не холодно. И, смотрите, ножки видно. Насколько прозрачная вода. Какая она бирюзовая оттенка немножко. Класс, вообще. Хорошая вода. Плыву одной рукой. Ну что, пойдемте выходить. Будем согреваться. Сегодня ветер, правда, но теплый. Температура воздуха, я думаю, градусов 30 точно. Смотри, тут такие камушки у нас. Все, я довольна. Покушали, поплывали. Пойдем полежим. Еще отдохнем. Отдохнем от отдыха. Все, мы идем уже гулять. Немножечко отдохнули, покупались. По ценам. Кока-кола 0,25-30 рублей. Семочки 26 рублей. Голень 4 штучки обошлась 50 рублей. Что еще по ценам? Не помню. Персик 165 рублей. А еще, кстати, увидела стейк акулы. По-моему, 310 рублей килограмм. Также здесь большое изобилие рыбы, креветок. Креветки есть по 450, лангустины есть по 1200 килограмм. Кстати, еще из минусов то, что здесь в магазинах и на рынке обычно цены никто не пишет. Я не знаю, с чем это связано, но здесь не принято писать цены. То есть, или надо постоянно спрашивать, или надо догадываться, к этому цена, или просто, несмотря брать. В магазине, им надо овощи и фрукты. В магазинах цен будет. А, да? В общем, здесь на овощи и фрукты цен в основном нигде нет. Поэтому нужно самому догадываться, какая цена. Вот, кстати, здесь мы идем. Такой детский садик отстроили красивый. Все, смотрите, что тут строят красивое. Может быть, отель какой-то будет, или спортивная площадка. В общем, посмотрим. Интересненько. Мне еще понравилось то, что везде у них в огородах инжир растет. Это классно. Так, ну, необычно, я не знаю. Мне нравится то, что у людей инжир. Вот, опять мы идем. Такой домик симпатичный. И вот инжирчик растет. Там виноградик у людей. В общем, хорошо. У нас здесь тихо, спокойно. Домик нам нравится. Купили голень на завтрак. Будем кушать. Все, отдыхаем. Смотрите, как много людей. Еле можно пройти. О, наконец-то чуть попусто. Немного пусто стало. Но это ненадолго. Сейчас будет опять много людей. Не протолкнуться. А тут всякие ряды с магазинами, косметикой и так далее. Знаешь, как так далее? Все это предлагало. Кстати, идем с вами смотреть. Закат. М-м-м, вкусняшки. Кукуруза 50. Ребята, вот здесь у нас набережная такая. Тут много всего для деток. Ну, как много. Относительно нормально для детей. Горочки есть. Ой, горочки. Что я несу, вижу. Вон, машинки для деток есть. Батутик есть. Детям нормально. Дальше там все какие-то есть горки. Там у нас ресторан моллюсков. Мидии устриц. Здесь у нас пиццу продают. Кстати, очень дешево. Реально. Цены сейчас мы посмотрели. В сравнении с Севастополем здесь намного-намного дешевле. Поэтому, если за бюджетным отдыхом, то вам 100% сюда. Здесь лояльные цены. Все, идем смотреть закат. Вы только посмотрите, какой сегодня невероятный красивый закат. Просто потрясающе. Камера, конечно, не передает, насколько он пыльно-розовый. Насколько он приглушенный. Какое море. Спокойное, тихое сегодня целый день. Просто невероятное. Я думаю, вечером оно еще теплее. Вон люди купаются. Ходят по пирсу. Отдыхают. Посмотрите, какая красота. В этом цены на шезлонг-зонг в бунгало. Почащая шезлонг 100, зонг 200. И бунгало 500 рублей 4 часа, 8 рублей 8 часов. И здесь есть вот такое развлечение веселое. Сейчас человечек полетит. Далеко вверх. Ну ладно, в шоке, я думаю. Да, боюсь. Да, такая, друзья. Похоже, что-то боюсь. Да не, нормально. И вверх. Ну вы поняли. Пойдем дальше. Раньше здесь была качелька, а сейчас оставили канаты. Можно просто полетать. Ну тоже круто. Подсними, я про... Ну давай, лети. Давай, ногой туда и... И полетели. Обезьяна. А можно и я? Сейчас, можно? У меня тоже, кажется, нога не влезет. А как? Пекла. Огонь. Сюда надо в купальнике. Видео привык, чтобы снимать обложки. Как-нибудь, да. Мы сюда пройдем еще на днях. А вот там дальше все-таки качелька осталась. Ой, а там прикольное. Такое бунгало на втором этаже. Интересно. Сидишь, пьешь кофе и смотришь на закат. Здесь делали такие пальмочки. Неоновые. Здесь у нас аренда зонтов. И бунгало. К сожалению, скажу я вам, что места, где можно бесплатно находиться, там, где тень, такие тенты, они есть только в конце пляжа. Вот там аж очень далеко. Реально все сделано для того, чтобы люди здесь составляли деньги. Прямо вот VIP-пляж, посмотрите. Ну, вы поняли. Такой европейский курорт. К сожалению, так. Бесплатно в тени уже не полежишь. Ну, или идти далеко. Здесь такие переодевалки и мусорники. И там в мусорниках гоняются чайки за бесплатной едой. А дальше поле. Вот так и живем. Не забываем подписываться на мой канал, если это видео вам было информативно, полезно, интересно. Дальше будет еще много интересных видео про Крым, про путешествия. И всем пока-пока. Я люблю Новофеодор. Картофель по-домашнему, нормально. Ну, в принципе, это нормально. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»